РОСОБРНОДЗОР Здравствуйте. Ну вот, итоги начали подводить, подводят до сих пор. Наверняка это сделали и мы. В каких предметах ребята преуспели, а в каких, что называется, не дотянули? Ну, сразу буду говорить о том, что мы в этом году подводим сейчас, на сегодняшний день, лишь предварительные итоги. Почему? Потому что только вчера закончился основной этап единого государственного экзамена. Ребята, которые сдали на неудовлетворительную оценку основные предметы по русскому языку и математике, смогли, как скажем, заполнить этот свой пробел, пересдать экзамен. Это было разрешено. На сегодняшний день мы можем подвести предварительные итоги. Что у нас получилось? Мы чуть-чуть преуспели по географии, мы немного преуспели по химии, мы хорошо преуспели по математике профильной, по истории, по биологии. Вот здесь у нас идут результаты с превышением. И я хочу сказать, что мы здесь ушли за 50 баллов, то есть это хорошо. Чуть-чуть снизили и по информатике, и еще по английскому. Ну, в общем, все хорошо. Да нет, не очень. Нет, нет, не очень. Есть пробелы. Есть пробелы, есть пробелы, есть над чем работать. Мы в этом году очень серьезно упали по обществознанию. По обществознанию немножко отстали по математике базовой. Чуть-чуть у нас пошло на ухудшение еще ряд предметов, на которых нам действительно нужно обратить внимание. Но анализ, я уже не зря сказала, что предварительный, потому что анализировать мы будем очень полно и очень качественно. Еще в каком плане? На сегодняшний день нет особых. Вот вы говорите, Рособранадзор подвел итоги, да, и они тоже сказали нам общие цифры. Почему? Потому что сейчас не подводится итог между субъектами Российской Федерации. Сейчас мы подводим итоги внутри самих себя и анализируем внутри себя, как мы сработали в этом году, хуже, лучше и так далее. Поэтому анализ в этом году будет очень глубокий. Мы возьмем все российские проверочные работы, которые у нас идут в начальной школе в среднем звене и в этом году были в старшем звене. И посмотрим, насколько они были совместимы и насколько мы преуспели или наоборот понизили свое качество уже в рамках и ОГ 9 класс и ЕГ 11 класс. Вот когда будет этот полный расклад, тогда мы уже будем выходить на методические объединения учителей-предметников и предметно разговаривать о том, где, какие задания, какие темы у нас запали в том или ином предмете и на том или ином уровне проведения контрольных мероприятий. Будь то, как я уже сказала, все российские проверочные или экзаменационные работы. То есть говорить о том, какой район края преуспел в ЕГЭ тоже не приходится, да? Пока нет. Нет такой задачи. В принципе, сравнивать даже, да? В принципе, такой задачи нет. Хотя, честно вам скажу, мы будем подводить такие итоги и до каждого муниципалитета мы доведем тот уровень, который он занял. На уровне края они смогут себя посмотреть, но прежде всего они будут анализировать свои предметы на уровне самих себя. А по барнаульским школам тоже, в частности, не смотрели? Какая преуспевает? Ведь это статус сразу определенный. Ну, то есть будете работу такую проводить тоже, да? Да, будет. В Барнауле обязательно будет такая работа. А сколько у нас нынче 100 бальников? 100 бальников у нас в этом году 48. Ну, это много или мало по сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом значительно меньше. В прошлом году их было 92. И в прошлом году нам большую часть 100 бальников дал русский язык. А в этом году изменились и формулировка тем в русском языке. Я не могу сказать, что они были сложнее. Нет. Они просто по-иному звучали. И изменились критерии оценки работы, в частности, по русскому языку. Поэтому сказать, что плохо написали, тоже не могу сказать, потому что у нас неплохой результат по русскому языку. А вот 100 бальников, да, 100 бальников это будет меньше. То есть, получается, мы учтем все вот эти вот моменты так, чтобы в следующем году, что называется, дотянуться и до 100 человек. До 100 не знаю. По-крайней мере, будем прикладывать к этому усилию. А неудовлетворительные результаты? Наверняка тоже есть, это печально, но так. Есть, есть неудовлетворительные результаты. Есть ребята, которые не смогли сдать часть экзаменов по причине болезни. И порядка тысячи детей мы вывели на резервные дни. Ничего себе. Это много тысячи детей? Это по краю вы говорите, да? Да, конечно, по краю. Это нормально. Это в рамках статистических, скажем так, цифр, которые идут из года в год. Поэтому они у нас сдавали, начиная с 23-24, и вот вчерашний день был итоговым днем, когда ребята закончили сдавать экзамены. Экзамены, если получили два, по основным предметам. И если заболели, во время экзаменов. А вот если получили неудовлетворительную отметку по предмету, по выбору, то тогда это только сентябрь. Таковы условия. Но, опять же, хочу сказать, если выпускник не планирует поступление в высшее учебное заведение, то независимо от того, сдал он экзамен по выбору или не сдал, аттестат он получает. Вот 1-2 июля, это как раз были резервные дни. Тысяча ребят ими воспользовалась, да? Или я неправильно поняла? 1-2 уже чуть-чуть поменьше, потому что у нас резервные дни для ЕГЭ начались 23 июня. Ну, а основные причины какие-то, по каким ребята обратились именно в эти дни? По болезни много было? По болезни было достаточно много. Достаточно. Ну, вот примерно поделим 50 на 50. Может быть, чуть поменьше по болезни, чуть побольше по двойкам. А какой в этом году необходим балл, чтобы поступить в УЛС хорошо и успешно? Ну, по каждому предмету он будет различный. Разный, да? Да, по каждому предмету он будет различный. Мы сегодня говорим, для себя мы говорим пороговое значение ЕГЭ. То есть, вот какого порога нужно достичь, чтобы получить 3, и дальше уже идет разбивка. И чтобы был шанс на бюджетное место. Да, совершенно верно. Вот самый высокий сегодня пороговый уровень, это было общество знания. Поэтому я говорю, что мы в этом году его, не сказать, что завалили, но снизили свои результаты. А тут, в чем причина, если по-русскому понятно, вы объяснили, здесь что не так? А вот, знаете ли, наверное, это ошибка очень многих выпускников. Считают о том, что очень просто сдать общество знания. Да я что-нибудь там наговорю. Поверьте мне, как учителю истории общества знаний, просто так наговорить можно, но не факт то, что это будет верно. Потому что общество знаний – это все же наука, это все же предмет, который требует точно таких же знаний, как и все остальные предметы. Поэтому вот здесь и большаться не стоит. В интернете на днях появилась информация, что в процедуру проведения ЕГЭ могут внести изменения, которые позволят ученикам пользоваться интернетом во время сдачи собственной ЕГЭ. Но, правда, касается это только гуманитарных наук. Вы как думаете, это реальность или пока только обсуждают? Я думаю, что это пока только обсуждение. Потому что для того, чтобы вот эту систему внедрить, нужна очень хорошая система защиты. Защиты от того, чтобы выйти куда-то в иной... Не было возможности. Да, в иную, скажем так, область знаний. А, область знаний. В иную область знаний, другую страничку, как угодно можете это назвать, чтобы иметь некую помощь в написании контрольных работ. Вот для того, чтобы выйти в интернет, это, наверное, только в том плане, если есть какая-то прикладная задача. То есть поставить точки на карте в географии или определить на географической карте какое-то историческое событие и так далее, и так далее. То есть вот как мне кажется. А вот общий вопрос, который тебе дан как теоретический курс или даты или все остальное, я думаю, что это останется за рамками того контента. Так, ну вот еще недавно прочитала, что вопросы по ЕГЭ могут сделать индивидуальными. То есть каждому ребенку свой билет, грубо говоря. Для какой цели? Списать, мне кажется, и так невозможно. А знаете, я вам хочу сказать, списать действительно невозможно. Чуть попозже скажу о том, какие у нас были в этом году попытки. Списать-то правда невозможно. Ведь каждый сидит индивидуально. И общественные наблюдатели, которых сегодня достаточно много в каждом пункте приема экзамена, они следят за тем, чтобы дети не общались, не списывали. А вот каждый занимался своей работой. И если говорить об индивидуальном, для каждого ребенка, сидящего в аудитории, это индивидуальное задание. Но если будут индивидуальные разные задания, то я думаю, тоже никакой сложности не составит ребенку, потому что он сел и занимается своей индивидуальной работой. Хотя для этого нужна и техника, для этого нужно достаточно большое количество контрольно-измерительных материалов, КИМы, как мы их называем, которые будут соответствовать и федеральным государственным стандартам, и образовательным программам, которые ребята проходят в средней школе, за курс средней школы, и техника, которая сможет это все перемешать и выдать каждому ребенку отдельный результат. Вот это он будет иметь уже непосредственно в аудитории. Это ниоткуда не придет по защищенным каналам, это будет непосредственно аудитория. Но думаю, что сложности определенные будут, опять же, технического порядка, но они преодолимы. Но если будет такой вариант, значит, будем так решать. Хотя я еще раз говорю о том, что ведь никто не знал, какой вариант ЕГЭ будет в этом году. На сайтах, где можно было прорешать всевозможные варианты, было огромное количество, и тысячи стояли вариантов, которые можно было прорешивать. И вполне возможно, что какой-то из них попался и в этом году на ЕГЭ, кто его знает. Ну, мы уж заговорили с вами о возможности и невозможности списать, но, в общем, давайте про нарушения, которые были. Выгоняли ребятишек за что? Какие самые главные были? В этом году у нас уменьшилось количество использования сотовых телефонов. Ну, наконец-то. Договорились, да, наконец-то мы достучались. Стучались, смирились с тем, что не нужно брать их на уроки, на экзамены. В этом году у нас почему-то появились шпаргалки в большом количестве. Уже говорим о том, что в ходе проведения ЕГЭ невозможно использовать шпаргалки. И все равно где-то выпало, где-то из кармана, где-то из брюк, где-то из рубашки. Есть такие моменты. И пытались воспользоваться? Тут уже ситуация такая. Воспользоваться в любом случае невозможно. Зачем принес? Большой вопрос. То есть еще перед входом в кабинет? Нет, она просто выпала у него из кармана на экзамен. Ну, а поскольку это все снимается, это нарушение, да, все. И все, то есть получается на этом ребенок отстранил от экзамена. Да. И в этом году мы столкнулись еще с одной проблемой – это калькуляторы. На математику профильную калькулятор нельзя носить. Угу. Ну, шпани за это не выгоняли? Да, это нарушение. Ну, может, не знал? Такого быть не может, потому что когда инструктаж проводится до проведения экзамена… То есть все информированы, да? Да, и, конечно, и в течение учебного года, и на родительских собраниях, и на собраниях учащихся, все это доводится. Поэтому очень внимательно нужно смотреть. Ну, и сколько у нас ребят в итоге вот так? Пять. Пять человек. Всего. Эх, так, ну, в целом, давайте подведем какие-то итоги. Все ли у нас было нормально по ЕГЭ? Или есть какие-то недочеты, над которыми еще нужно работать? Ну, по поводу предметов и успеваемости мы уже поговорили. Я, наверное, тут больше орг-вопросы. По орг-вопросам, знаете, сразу хочу сказать огромное спасибо всем межведомственным комитетам и службам, которые с нами взаимодействовали в этом году. Потому что взаимодействие было колоссальным. Это были и энергетики, это были и специалисты связи, это были и ГИБДД, и полиция, и еще целые, и медики в этом году. Вы знаете, каждый год что-то есть, но каждый год все меньше и меньше глобального, к счастью. То есть есть какие-то недочеты, которые очень легко устранимы, и над которыми мы работаем. Что называется работа над ошибками, да? Провели диктант, работа над ошибками, провели ЕГЭ, работа над ошибками, не только со стороны детей, их родителей, но и со стороны организаторов. В этом году у нас немножечко организаторы нарушали свои, скажем так, пороговые обязательства. Но это не привело ни к чему, со стороны нарушения к детям это никакого отношения не имело. Но наша задача отработать с организаторами ЕГЭ и за территорией, и внутри аудитории. Никаких ЧП не произошло, никто в обморяки не падал, бабушки под окнами не кричали. Бабушки кричали в телефонную трубку. Продолжают все кричать. Продолжают. Дети вроде как успокоились, а бабушки еще нет. А бабушки продолжают. Плохо становилось ребятам, но ситуации были разные. Почему? Потому что ничего не предвещало, девочка спокойно шла на экзамен. В ходе экзамена стало плохо. Тоже ничего страшного. Просто нужно заактировать это все, девочку отправить в больницу или домой, и она в резервный день спокойно придет и сдаст экзамен. То есть вот на это нужно очень четко и быстро реагировать. И в аудитории, и самим. Но это все причина стресса, волнений? Не всегда. Иногда причина... Бывает не от того, что ребенок сильно боится. А знаете, я почему говорю о том, что детям перед экзаменом нужно покушать? Потому что, да, в любом случае... Волнения и кушать-то не очень хочется, я понимаю, прекрасно. И даже если мы устный экзамен сдаем, это все равно волнение. Потому что это экзамен, да, волнение. Но покушать нужно, потому что закончится экзамен в час. В час дня. Это уже обед. И для того, чтобы нас не тошнило, мы не падали в голодные обмороки и так далее, закусить нужно. Закусить нужно. У нас с вами 30 секунд до окончания эфира. Когда окончательные итоги подведем? А то все предварительно-предварительно. Окончательные итоги подведем не ранее, чем в конце сентября, в октябре. Потому что те, кто предметы по выбору сдал на два, смогут их пересдать только в сентябре месяце. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Полосина, исполняющая обязанности начальника отдела общего образования, Министерства образования и науки Алтайского края.